Всем привет, дорогие друзья! С вами EvilNow, и в этом видео расскажу вам о том, какая ориентировочная мета нас ждет на Мифик Плюс непосредственно в 10.2. Но перед этим сходу, как всегда, таймовички! Таймовички — это когда пишешь видео про мету, совершенно в ней не разбираясь, и это невероятные ощущения. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени. Ориентировочно, и, естественно, напишите свои комментарии, что вы думаете по данному поводу, и также на YouTube, Яндекс.Зен и ВК подписывайтесь, чтобы там тоже поддерживать видосы, чтобы пошло развитие, ребятушки. Ну, а мы начнем. Начнем, как всегда, с моего гениального брейнобус-совета. Напоминаю, что практически абсолютно все персонажи, даже не практически, а все персонажи, все специализации, спокойно, рано или поздно, в хорошей одежде, с хорошим умением играть, проходит 25-й ключ. Поэтому мета работает непосредственно с 25-го ключа. Что касается мифик рейда, она и вовсе работает поначалу, конечно же, с суперметовых персонажиков, да, а потом и обычные персонажи мифик рейд спокойно пройдут, свою цель надамажит. Помните об этом, играйте за кого вам нравится, но помните, что из-за этого вам придется самостоятельно собирать рейд, или самостоятельно собирать ключ и свой ключ апать, чтобы все было неплохо. Иначе вас, конечно же, через вэшники вот эти вот самые реобычные не возьмут. Вот эти вот сумасшедшие, которые уже даже в первый ключ, во второй, да, собирают суперметовых топ-1 персонажей, будто они сейчас 31-й ключ будут проходить, ребяточки. Ну и, соответственно, что? Правильно, ребяточки. Во-первых, начнем с ДПС для мифик плюса, да. ДПС для мифик плюса, и это, ребят, естественно, Аух и Вокер, пробуждитель, насыщатель, да, насыщатель, потом Демонхантер ДД, топ-дамахеры находятся в эстире, да, значит, Головорез и Мутик у нас, следующие идут разбойнички, потом Энг, потом Баландруид, Арканмах, Файермах, Ретрик, Демонолах, Ферал, БМ, Сурф, Анхолик, ММ, Фрост Мах, Фурии Воин, ВВМ Монг, значит, Элем Шаман, Фрост ДК, значит, Дамажущий Пробудитель, Шадоу Прис, Афлик, Дестро Варлок, Армс и, собственно, скрытность находятся еще в непонятках, да, находятся в непонятках. Вот такой у нас тир-лист относительно ДД, значит, почему такой тир-лист, ребяточки, объяснение очень простое. Они очень хорошо дамажат, они очень хорошо апают группу в случае насыщателя, они очень максимально полезны, им дали крутые комплектные бонусы и хорошо подняли циферки, когда кому-то другому опустили, да. Конечно, многие захотят гораздо более мощного анализа от меня, но факт остается фактом, что именно все так и произошло. Просто кому-то что-то подняли, кому-то что-то дали, а кому-то что-то не додали, да, кому-то что-то не додали. Так что помните об этом и сильно уж не бушуйте, сильно уж не бушуйте. Значит, а что у нас дальше? Дальше у нас, ребяточки, танки. Значит, Demon Hunter танк, опять же-таки, будет топовым в ключиках, но, очевидно, с ДД танком он не пойдет, поэтому альтернативой ему будет являться Блод ДК, который будет суперкрутым, особенно, когда возьмет себе в руки легендарный топор с рейдового у нашего Феррака, да. Потом паладин, потом воин. Опять же, причину этого простые, потому что они возьмут рейдовый топор с Феррака непосредственно. Потом уже в Рюмастер и Медведь, да, напоминаю, и вы видите, да, что они все находятся практически в СА-тире, то есть, говорят о том, что они все более чем просто играбельные, просто кто-то из них будет дамажить больше. И вот вы видите, как раз-таки, кто из них будет дамажить больше, более чем уверен, что Демон Хантер немножечко скатится в тот самый момент, как появляться начнут легендарные топоры, в общем-то, да, поэтому Демон Хантер будет не таким актуальным на фоне того, что Демон Хантер ДД будет актуальным, и типа два Демон Хантера это не очень. Почему? Потому что Демон Хантер апают магический урон, входящий всей группе, и два Демон Хантера, очевидно, не будут давать двойной баф. Помним об этом, то есть вот такая мета у нас возить на танков в Мифик Плюсе, ребяточки. И, опять же-таки, какие у этого причины? Все очень просто. Кому-то дали хорошие комплектные сеты, и они с этим смогут хорошо дамажить, подняли циферки, а кому-то не дали хорошие комплектные сеты, и еще меньше их опустили. И, опять же, учитывая топор с рейда Ферака, но, напоминаю, это все еще ПТР-тесты, опять же-таки, все это супер-мега-ультра-ориентировочно. Супер-мега-ультра-ориентировочно, именно по этой причине, как это все изменится, это мы еще посмотрим, ребяточки. Что у нас дальше? Значит, хиллеры. Хиллеры, ребяточки, топ-1. ДЦ и Холли Паладин, ну, это понятно, все дебафы можно снять. ДЦ там дали крутой сет. Опять же-таки, все очень просто, Холли Паладин просто хороший мальчик. Рестер Друид, Мист Уивер, Эвокер, Холли Прист и Рестер, да? То есть, практически все остальные тоже в Айтире находятся, в свою очередь, когда Холли Прист и Рестер грустят, да? Опять же, хорошие комплектные сеты, хорошие циферки всем дали, да? То есть, это мое гениальное объяснение, почему именно они будут являться топовыми. Опять же-таки, у кого-то зиферки лучше, опять же, в пользу дамага по большей степени и помощи группе, да? Потому что все будут хорошо дамажить. У ДЦ интересный новый скилл, когда он исповеди во всех, спамит, да? Не только в союзников, но и во врагов. Опять же-таки, крутой комплектный сет. Там что-то там как-то очень крутая тема с карой. Очень не помню, как это там что-то... Ну, там очень круто дается, в общем-то. Насколько я помню, да? Насколько я помню, очень классно и замечательно, да? Когда-то я разбирал комплектные сеты, которые были на ПТР, да? И выглядело это все довольно-таки неплохо, ребят. Так что, вот такая история. Опять же-таки, яркое напоминание о том, что вся эта мета, это очень сильно ориентировочно. Потому что, как правило, в первые недели, я бы сказал, даже в первый месяц, на протяжении всего старта сезона, до закрытия условно-рейдовой гонки, будет происходить еще 21, 22, а может даже и 23 нерфа, связанные со всеми персонажами и то же самое апов. И какая мета будет через месяц, это уже неизвестно, да? Но вот когда она уже определится, устоится, вот тогда мы напишем видео уже с более подробным объяснением, почему так, а не иначе. И будет, наконец, понятно, почему действительно так, а не иначе. Когда появятся уже прямые результаты, уже не с ПТР, а уже с лайфа, когда уже будет закрыта рейдовая гонка и непосредственно пройдены какие-нибудь там условно 25 плюс ключи какими-то суперметовыми персонажами. И после этого сразу же пойдут мои гайды на всех персонажей, как это было, в общем-то, в 10.1. Так что ждем, наслаждаемся, ждите новых видосов. И это вот такая вот ситуация, ребяточки. Какая-то ситуация. Так что, ребяточки, как всегда, бак-бак, бак-бак-бак, жуааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааайс. Субтитры сделал DimaTorzok